Итак, в данном видео я бы хотел обсудить технологический сектор РФ и США, а также поговорить про промышленный сектор РФ и США в том числе. В чем суть? Начну с первого. MSCI включил бумаги Mail.ru в состав своего индекса. Вероятный приток денег будет в размере 230 миллионов долларов. То есть на этой сделке можно, скажем так, поспекулировать. И тут есть два варианта спекуляции. Первый вариант – это гарантированный вариант получения дохода. Войти в сделку 30 ноября, то есть что я и сделаю в свою очередь, в 18.30, то есть купить акции компании Mail.ru. На пост-аукционе цену запампят вверх. На фоне притока этих денег 230 миллионов долларов пассивными фондами. И запампят вверх примерно плюс-минус на 3%, как это было с Яндекс.Мф 31 августа. Ситуация аналогичная. Этим я, пожалуй, и займусь 30 ноября. И второй вариант – это, к примеру, можно сейчас акции Mail.ru купить, но получить с него негарантированный доход. Но ставить стопы и двигать их по Мейросу в случае Росаны. Потому что чаще всего, когда такие новости выходят про MSCI, то спекулянты тащат акцию вверх. Чтобы пассивные фонды в этот имитент входили по более дорогой цене. Но я, повторяюсь, выберу все-таки первый вариант, потому что он наиболее гарантированный. С Яндексом 31 августа то же самое я, в принципе, и сделал. Купил в 18.39. В 18.45 уже был гэп вверх 3%. И в 19.00 я акцию продавал. То есть на вечерней торговой сессии. Это котировки компании Mail.ru на лондонской бирже. На московской бирже я их сейчас рассматривать не стану. Потому что они недавно на IPO в этом рынке нашем вышли. Они чаще всего торговались, долгое время торговались на лондонской бирже. И в чем суть? Они сейчас торгуют в своем боковике. То есть 26.15, дефис 31.80. И вот в этом боковичке, скорее всего, даже с пробоем уровня 31.80 на сопротивление даже 36 баксов, цена может спокойно перейти к 30 ноября. Я все же в нее не буду входить, потому что двигать стопы по Mail.ru, честно говоря, у меня нет никакого желания. Но если в голове у кого-то сбрендит, то если входить в данную сделку только со стоп-лоссом и быть готовым двигать ее по мере роста. Но я все-таки выступаю за гарантированный доход. И я лично войду в это сделку только 30 ноября. В 18.39 и уже в 19.00 я этот эмитент на фоне ГЭПа продам. Далее представители компании, даже топ-менеджмент компании Microsoft, Google, Amazon, Alibaba и прочее, Facebook продает топ-менеджмент свои акции по нынешним ценам, по хаям. Почему они продают? Потому что они понимают то, что акции уже дорогие и выше расти, рентабельность нет. Кому они продают? Они продают физлицам, которые только-только пришли в рынок. Значит, во-первых, все эти технологические компании сейчас покупать, это тупо, это очень тупо, очень глупо, нужно быть конкретным олигофрендом, чтобы это делать. Почему? Потому что они свой рост уже отыграли. Покупать на хаях это раносельно прокатиться на одном инструменте. Знаете на каком? На букву Х. Поэтому в этом я не вижу никакой рентабельности. Даже сделка по Mail.ru для меня будет чисто спекулятивная. Как-то так. И, кстати говоря, вчера вечером... Хотел бы я сейчас сравнить именно компанию... Ой, не компанию, а индексы S&P и Dow Jones. Вчера вечером, когда торговался американский рынок, S&P, NASDAQ падали технологические индексы IT. Dow Jones rose. Dow Jones это промышленный индекс, в состав которого входит акция и компания реального сектора экономики. И в чем суть? Суть-то в том, что впереди у нас смена циклов. Впереди товарно-сырьевой цикл. То, о чем я говорю уже последний год. То есть это не за горами. Все, кризис уже идет. Кризис это перезагрузка экономической системы. И смотрите, в чем суть. Сейчас толпа физиков покупает активно акции, которые на слуху стоят. Типа Apple, Amazon, Google, там что-то еще и пятая-десятая. И вообще толпа сейчас не смотрит в нефтегазовый сектор, банковский. Потому что бестолочи не понимают основы экономики. Если говорить про наших граждан, то экономику вообще нигде толком не преподают нормально. Все эти вузы российские это так. Отмывание денег никак не иначе. Поэтому я еще раз хочу напомнить то, что сейчас весь нефтегазовый сектор, банковский сектор, сектор финансов он на отшибе во всем мире. И то, что мы видели позавчера, господа, позавчера, это лишь демоверсия будущего роста. Запомнить это нафиг раз и навсегда. Почему? Потому что, когда выйдет в рынок вакцина, то, сами понимаете, заработает на полную мощность реальный сектор экономики. Нефть, газ, агросектор, металлургия и авиация. Авиасообщение. Международное. И будет потребление, точнее, рост потребления цен на нефть. Если сейчас посмотреть на нефть, она сейчас торопится в боковике 38, дефис 46 долларов. То есть, тот диапазон, о котором я давно говорю. Выше не дойдут пока и ниже, в том числе. И в чем суть? Суть-то в том, что сейчас в Америке происходит бедствие. Как его? Не бедствие, а... А, господи. Ураган, на фоне которого сокращается добыча нефти. В чем суть? Суть-то в том, что, опять же, учитывая политику Байда, направлен на альтернативно-энергетическую сферу, важно помнить одно, что он заставит своих добычах, скорее всего, подчеркиваю, скорее всего, не утверждаю, а предполагаю, скорее всего, начать процесс сокращения добычи нефти уже конкретно. Данный фактор повлияет позитивно на рынок нефти. То есть, нефть мы видим и по 50, и по 60, и даже по 70 долларов. Цели по нефтянке это 60 баксов как минимум. Вот здесь вот, в среднем, это 70 долларов примерно. И в чем суть? Второй фактор политики Байдена, это политика стимулированной экономики в условиях кризиса. То есть, новый пакет стимулов. Это дополнительные доллары. Вдут в экономику. На фоне чего? Мы просто видим ослабление доллара по отношению к мировым валютам. В чем суть? Все сырьевые рынки номинированы в долларах. И когда доллар падает, сырье в цене растет. Вот, еще раз укажу на то, что индекс доллара в марте стоил 105 пунктов. Вот видите, вот здесь 105. Сейчас он стоит 92. В чем суть? Перейдем на рынок нефти. Весь этот рост ознаменовывал не только сделкой ОПЕК+, но и девальвацией доллара. Не только сокращение добычи нефти, но еще и девальвация. То есть, видите, совокупность. Если бы не было девальвации доллара, сейчас бы нефтергаза на уровень 30-35. Но поскольку девальвация произошла среднесрочная, то нефть пришла даже на уровень 46, закрыв свой мартовский-саутовский гэп. То есть, только-то в этом. Когда выйдет в рынок вакцина, будет памп всего реального сектора экономики. И сейчас нефтегазовый, банковский сектор, они недооценены. Американский, российский в том числе. И далее, перейдя на пару рубль-долларов, если посмотреть на среднесрочные цели, тут надо учитывать один важный фактор, что сейчас толпа физиков, российских физлиц, в отчаянии продают свои позиции в убыток, и деньги выводят из рынка российского. Это плюс. Потому что меньше народу, больше кислорода. Почему? Потому что, когда падал российский рынок последние три месяца, я говорил, там манипуляции происходят сейчас. Не фактическая, а передвыборная. То есть, перед выборами, во-первых, уходили и нарезы, во-вторых, рынок становился нереально тонким, на фон чего российская маркетня просто брала и феерично разводила толпу физиков. И в чем смысл? Смысл в том, что чем выше цена на нефть, тем крепче рубль. И даже мы сейчас видим то, что после выборов произошел на всех рынках шортовыванса, на российском в том числе. То есть, три месяца падали, и мы за пять торговых сессий почти все это падение отыграли. То есть, половину падения примерно отыграли на рынке. И в чем суть? Еще раз, чем выше нефть, тем крепче рубль. Сейчас доллар-то, доллар, пару рублей-долларов пришла позавчера на отметку 75-75. Это первая цель, которую я говорил, 75 рублей за доллар. Первая цель отработана. Но у нас еще и видите, есть зеленый диапазон 73-75. Данный диапазон будем тоже отрабатывать в скором времени. И сейчас та же самая толпа физиков, точнее не сейчас, а вот ранее, активно выкупала доллар по 80-82 рубля за пару рубль-доллар, да. По максимумам. По историческим максимумам. Вот этого делать не стоит, потому что будет в будущем резон откупить валюту намного дешевле, чем она есть сейчас. Потому что, еще раз, мы нефть увидим и по 50, и по 60, и по 70 долларов. Это минимум. А при новом товарно-сырьевом цикле мы можем даже и по 100 увидеть. Потому что ни в одном российском ВУЗе не преподают экономику так, как должны преподавать. Еще раз скажу. Никто не говорит ни про циклы, ни про сырьевые рынки, вообще ни про что не говорят. Так вот там. Обучают через пень колода. Далее по поводу индекса RGB. Сейчас на российский рынок начинается процесс возвращения иностранных инвесторов. Доклад Центрального банка это подтверждает. За октябрь нерезиденты и дочерние иностранные банки впервые с апреля 2020 года стали нетопокупателями ОФЗ на биржевом рынке. Приток капиталов страны с формирующимся рынком, ну то есть страны, развивающиеся рынком, то есть Emerging Markets, включая Россию, способствует сигналу Центральных банков о возможном расширении стимулов в условиях усиления пандемии коронавируса. То есть если раньше государство активно говорило, мол, банком откупайте, госбанком, выкупайте позиции, то есть там ОФЗ и прочее, от уровня 152, от этой очень сильной поддержки, они брали, выкупали, стимулируя, поддерживая индекс ОФЗ, RGBI, то теперь сюда приходят уже постепенно возвращаться иностранцы. А иностранцы это главный флагман роста в будущем российского фондового. То есть есть в первую очередь долговой рынок, мать всей я матерей, скажем так, потом фондовый, только потом идут товарные рынки. То есть видит, такой вот слоеный пирог получается. Это надо учитывать. Поэтому новость, в принципе, очень даже позитивная. В итоге мы опять переходим к тому, к макроэкономике, что сейчас меняются циклы, это во-первых. То есть инвестировать в технологический сектор это глупо. Почему глупо? Потому что топ-менеджмент уже разгружается там. Толпа сейчас поет, там будут покупать. То есть такой канал, как биржевик, слава богу, толпа не смотрит. Это меня радует. Как говорится, толпа все равно действует нелогично, бездумно и прочее. Поэтому сейчас лучше всего акцент ставить на реальный сектор экономики. К примеру, мой личный портфель, среднесрочный инвестпортфель, состоит преимущественно из нефтегазового и банковского сектора. Почему? Потому что они на отшибе, во всем мире на отшибе. И когда будет вакцина от ковида, когда скажут, все, вот вам пять компаний, не знаю, Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, там, не знаю, что-то еще. Вот эти вакцины рабочие и запускам производства. А это будет уже в следующем году, скорее всего. Скорее всего, даже первое полугодие, 2021 года. И тогда рынок запампит вверх. И знаете, я бы хотел еще указать по американскому рынку другую тему. Смотрите, это индекс Russell, или Russell, или как правильно, Russell, Russell, 2000. Это индекс второго и третьего эшелона акций. Он торгует сейчас в боковике уже с 2000, там, примерно 2014 года, да? В чем суть? Скорее всего, в новом цикле экономическом американский рынок будет тоже торговаться в боковике. Именно технологические индексы, ну, например, S&P, условно, я просто допускаю сейчас, условно, 3,600, дефис 2,300. Потому что при росте цен на нефть будут рассеем на сырьевые рынки в первую очередь. И, учитывая политику Байдена, уже многие инвестдома фонды банки уже акцентируются на emerging markets, развивающиеся рынки Российской Федерации в том числе. И поэтому переток капитала уже на развивающиеся рынки начинается. И переток капитала в реальный сектор экономики с технологического тоже начался уже все. То есть, то, о чем я утверждал ранее, еще в сентябре, октябре, то есть, говорил, что день на сын, он уже настал. Все. В будущем будет просто сильный памп этих акций. И поэтому такие компании, как ТАТ Нефть, Паш Нефть, Газпром Нефть, Газпром, ВТБ, Мечел и прочие реальный сектор экономики, я лично удерживаю, потому что понимаю то, что, блин, их рано или поздно будут пампить. Когда именно заработать, реальность этой экономики, то есть, увидим авиацию, заработать, авиасообщение, и будет рост потребления нефти. И автоматически нефть будут пампить вверх. То есть, рынок будет ее гнать вверх. И сейчас просто происходит плавный отток капитала, повторюсь, из технологического сектора в рынке сырьевые. Дальше думайте сами. Я, как говорится, давал эту пищу для ума еще раньше, и она уже по щелчку пальца наступила. В принципе, на этом все. У нас имеется телеграм-канал Биржевик, вконтакт группы Биржевик инвестиций. Это каналы, где посят технический анализ разного рода торговые идеи, которые рекомендацией не являются. Мнение, аналитика, обозрение, отчеты компаний и прочее, что связано с рынком фондовым, валютным и товарным. То есть, нефть, газ, металлургия и прочее. У нас также имеется телеграм-канал Биржевик облигаций, где посят новости, аналитика, мнение, фундаментальный анализ компаний, которые выпускают свои облигации в рынок, отчеты, обучающие посты и все, что связано с долговым рынком в целом. И также у нас имеется еще телеграм-канал Биржевик банки. К сожалению, сейчас я им активно не занимаюсь, но все равно на него тоже подписывайтесь, потому что там выходят обучающие посты, кредитование, страхование, сожжение, сожжение, новости банковского сектора и прочее, что связано с рынком финансов. То есть, тоже полезный канал, на него тоже подписывайтесь. У меня на этом все. Еще раз, я держу инвестиционные позиции, также при себе имею кэш. Меня сейчас устраивает вообще любой вариант, хоть поход вверх, хоть поход вниз. Насрать. Но в перспективе мы увидим памп рынка реального сектора экономики. То есть, во всем мире, не только в РФ, но и во всем мире. То есть, ставку я делал на реальный сектор экономики. Нефть, газ, банки, ну, металлургия тоже была раньше, металлургов я продал с профитом, ну и прочее. Но это так, пища для ума. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok